Краевое правительство подготовило стратегию развития социально-экономического развития региона до 2020 года. В коридорах власти этот документ называют одним из самых важных. Фактически, это план действий на ближайшую семеретку. Подробности у Виталия Полякова. Правительство Красноярского края разработало стратегию социально-экономического развития региона до 2020 года. Документ сейчас доступен в интернете, началось общественное обсуждение. Стратегия предполагает сырьевую направленность развития экономики. В 2020 году мы будем добывать больше газа в 11 раз и нефти в 3 раза. Лес, цветные металлы, золото, нефть и газ. Эти ресурсы за ближайшие 7 лет обеспечат трехкратный рост краевой экономики. Новые месторождения в основном на севере. Для того, чтобы добывать черное золото в Венкии, будет построен новый трубопровод. Нефть отправится на экспорт в Китай. Сырье это хорошо, считает лидер фракции СССР в краевом парламенте Николай Трикман. Но в стратегии мало внимания уделено развитию перерабатывающих отраслей, которые могли бы дать большую добавочную стоимость, больше налогов и рабочих мест. Недопустимо, когда богатый край будет заниматься только добычей, а не переработкой. Я считаю, что это абсолютно неверно. Люди Косноярского края, жители, имеют полное право жить лучше, достойнее своих соседей. Потому что мы сегодня самый богатый край Российской Федерации. Для развития ресурсной базы при Ангаре власти намерены построить Северо-Сибирскую железную дорогу. Ветка протянется от Нижневартовска через Томскую область, в Лесосибирске далее в Иркутскую область. Возводить ее начали еще при Сталине, но потом заморозили. Предполагается, что к работам приступят в 2016-м. Оценочная стоимость дороги от 6 до 10 миллиардов долларов. Вместе с ней в районе впадения Ангары появится новый мост через Енисей. Лидер краевых единороссов Валерий Семенов этот проект поддерживает. У нас ведь запланирован в районе Стрелки мост. Он проект даже создан. Вот как раз в новом проекте кластера по развитию Нижнего при Ангаре этот мост в районе высоты. Но он предусматривается. Вместе с тем в стратегии нет ни единого упоминания о метро в Красноярске. При этом в администрации уверяют, что не отказываются от планов строительства. Но скорее всего ждать подземку в краевом центре в ближайшие 7 лет не стоит. Кроме того, в стратегии слабо отражены последствия вступления страны в ВТО. Также документ предусматривает, что до 2020 года тарифы на тепло и электричество в крае вырастут минимум в два раза. При этом рост реальных доходов красноярцев не превысит 60%. Ну не просматривается увеличение в два раза, скажем, доходов населения, среднедушевых. А тем самым мы как бы закладываем вот такой печальный вариант для рядовых граждан, у кого счета в банках зарубежных нет. Главным плюсом стратегии называют уже то, что она вообще появилась. Оппозиция давно требовала разработать этот документ, чтобы понять, какому именно светлому будущему идет власть. Эксперты уверены, что представленный вариант еще нужно серьезно дорабатывать. Это документ, который можно и нужно перерабатывать, пересматривать, но в любом случае, как у любой нормальной семьи есть план жизни, так и у государства, у края должен быть такой же стратегический план. Я не думаю, что она, конечно, в полной мере нас удовлетворит, но ее надо корректировать в продолжении реализации. Но сам факт, что она есть, теперь уже более системно мы будем двигаться. Добавлю, сейчас каждый может высказать свое мнение о стратегии развития края. Документ доступен на сайте официального печатного органа правительства газеты «Наш Красноярский край». Эксперты считают, что правительству края вряд ли удастся до Нового года утвердить стратегию социально-экономического развития региона слишком много к ней претензий. А если у вас есть свои новости, звоните лично мне, мой телефон 292-91-27 или пишите на наш сайт afontovo.ru. Виталий Поляков, Сергей Кашин, Афонтово Новости. Субтитры создавал DimaTorzok